Здравствуйте, я Олеся Павлова и это выпуск программы «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. И вот, что вы сегодня увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодежи – доступное жилье. Кто получил долгожданные сертификаты по государственной программе и как им можно распорядиться? Размер выплаты рассчитывается из среднерыночной цены жилья, а также состава семьи. Средства можно потратить на покупку квартиры или дома, погасить ипотечный кредит или уже существующий жилищный кредит. Всероссийские соревнования под хэквондо в Тамбове приняли 850 спортсменов. На что обращали внимание судьи и что такое туль, узнала Полина Мотовникова. Такие соревнования наша область принимает уже в седьмой раз. Заявлено почти 30 команд из разных регионов нашей страны – от Сибири до Крыма. Кроме того, в этом году нам в гости приехали спортсмены из Донецкой Народной Республики и из Республики Голорусь. Собирать дроны «Бекас», которые делают для нужд фронта, теперь будут на новой производственной площадке в центре города. Она удобнее с точки зрения логистики, просторнее, а главное – позволит серьезно нарастить объемы производства всей линейки квадрокоптеров для наших бойцов. На новой площадке побывала наша съемочная группа. Новый цех по производству дронов стал вдвое больше. Здесь появилось гораздо больше персонала. А еще свои новые технические помещения. И вот за этой дверью, во втором цеху, появится лаборатория, где будут производиться исследования и эксперименты с дронами. В общем, все для того, чтобы приближать нашу победу и снабжать наших бойцов самыми новыми дронами. 8 сборщиков, более 60 квадратных метров площади со всем необходимым оборудованием и поточная система сборки. Логистика рабочих мест выверена, каждый специалист занимается только своей работой. Поедет микросхемы, устанавливает двигатели или занимается испытанием уже готового дрона на специальной установке. Самому производству скоро исполнится год. Тогда все начиналось с малых дронов-разведчиков. А сейчас предприятие выпускает три типа квадрокоптеров, грузоподъемности 700 граммов, 2,5 килограмма и 3,5 килограмма. Их дальность применения от 5 до 7 километров. А при использовании ретранслятора до 10 километров и более. Они комплектуются устройствами сброса груза, то есть могут применяться и как одноразовое, и как многоразовое средство доставки. А недавно мы начали компоновать бекасы тепловизорами и ночными камерами, что позволяет им летать в ночное время. Большинство комплектующих мы закупаем в Юго-Восточной Азии, но часть необходимого производим сами, постепенно увеличивая уровень локализации производства. Тамбовские дроны по-настоящему уникальны. Так и храму делают не из карбона, а из недорогого отечественного текстолита, материала, который отлично зарекомендовал себя на испытаниях. Здесь разработали и свои универсальные крепления для устройств сброса, установить которые можно за считанные секунды. Действуют они безотказно. Кроме того, только тамбовские бекасы комплектуют специально разработанными для этого рюкзаками, в которых можно удобно переносить до пяти квадрокоптеров с батареями и всем необходимым. Специально для нас продемонстрировали финальный этап их комплектации. Проверяю номер, который должен соответствовать при передаче в акте прямой передачи. Убеждаюсь в этом, укладываю его в упаковку. Также к дрону идет антенна. Прокладка под батарею. Первичный сброс универсальный и стяжка под батарею. В этом комплекте три дрона грузоподъемности 2,5 килограмма. Рюкзак уже ждут в подразделении. Вот этот комплект готов к использованию. Пусть приближает нашу победу, пусть помогает нашим ребятам удачно бить врага и возвращаться домой живыми и здоровыми. Сегодня на новой площадке изготавливают 300 дронов в месяц, но могут увеличить производство почти вдвое. Очередная партия квадрокоптеров готовится к отправке на фронт, где бойцы очень нуждаются в этом новом и эффективном средстве ведения боевых действий. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Александр Кобзарев. Область новостей. На базе лицея номер 6 в Тамбове прошла тренировка по развертыванию сборного пункта эвакуации. Как это было и кто стал участником, увидела Полина Матовникова. Если театр начинается с вешалки, то вот эвакуационный пункт начинается с крыльца. Вывеска достаточно заметная. При чрезвычайной ситуации вы точно не ошибетесь и не пройдете мимо. К слову, зайдя в здание, вам необходимо будет пройти регистрацию, после чего вас как раз и определяют к своей группе. Лицей номер 6 – это эвакуационный пункт для граждан, проживающих на улицах Кронштадтская, Советская, Ленинградская. Те, кто не имеет никаких проблем со здоровьем, при регистрации получают номер группы. Его записывают на запястье, чтобы человек точно не забыл. После чего их отправляют в спортивный зал, где уже прикрепляют к своей команде. Каким образом происходит формирование колонн, каким образом эти колонны, с какими документами отправляются на железнодорожный вокзал. То есть вот вся та работа, которая проходит на пункте, которая должна обеспечить для граждан возможности достаточно оперативного и насколько это возможно комфортного формирования этого колонн и проведения эвакуации, она вот сегодня будет отрабатывать. Для маломобильных граждан в лицее предусмотрен специальный вход. Они будут эвакуироваться отдельно. Если же вы мама с ребенком или человек, почувствовавший недомогание, в пункте предусмотрены специальные комнаты. В них вам смогут оказать необходимую помощь, в том числе и медицинскую. Во-первых, с какой целью он посетил. То есть, если это инфекционное заболевание какое-то, температура, давление, оморочное состояние. По мере поступления мы решаем вопрос, что с этим пациентом нам делать дальше. То есть, если инфекционный, мы отделяем изолятор его, естественно. Если человек без сознания, то мое действие – это вызвать скорую. Участниками этой тренировки стали представители других сборных эвакуационных пунктов города. Их в Тамбове порядка 40. Это школы, вузы, СУЗы, дома культуры, спорткомплексы, заводы, а также больницы. Учитывая то, что мы в этом году увеличили количество данных пунктов практически в два раза, мы проводим для новых руководителей учреждений, которые в то же время являются начальниками СЭПов, данные учебные занятия. По плану пунктов все рабочие группы находятся на первом этаже. Для сотрудников предусмотрено убежище. А для маломобильных – граждан мам с детьми и колонн – отдельные входы и выходы. Через них при чрезвычайной ситуации будет производиться эвакуация. Полина Мотовникова, Александр Чехмарев, Данил Лычко. Область новостей. Молодым семьям Тамбова вручили документы по государственной программе «Молодежи. Доступное жилье». Торжество прошло в администрации областного центра. Подробности в сюжете нашей съемочной группы. В стенах городской администрации – торжественное событие. Здесь первым в этом году 14 семьям вручают сертификаты по программе «Молодежи. Доступное жилье». Размер выплаты рассчитывается из среднерыночной цены жилья, а также состава семьи. Средства можно потратить на покупку квартиры или дома, погасить ипотечный кредит или уже существующий жилищный кредит. Долгожданный сертификат получает семья Курбатовых. Они стояли в очереди с 2013 года. Жили с родителями. Теперь, благодаря сертификату, они думают над покупкой собственного жилья. Приятные события. Долгожданные события. Долго ждали. Приятный момент такой. Очень рады. Планируем расширяться дальше. Используем сертификаты. В Тамбове за время действия программы свои жилищные условия улучшили 1884 семьи. Программа «Молодая семья» по решению президента Владимира Путина будет продолжена после 2025 года. Программа продолжается. Важно, что ни одна семья из этого списка не теряется. И мы, все, что касается нашей работы, муниципальных властей, в части обеспечения выполнения этой программы, стараемся делать добросовестно, чтобы интересы всех, кто обращается, стоят на этой очереди, были учтены. Участниками под программы «Молодежь. Доступное жилье» по городу Тамбову являются 1642 молодые семьи. Всего в этом году жилищные условия смогут улучшить 39 семей. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Ольга Кириллова. Область новостей. Музыка на века. Так называется концерт губернаторского духового оркестра, который приурочили к знаковой дате. 140-летию со дня рождения военного дирижера и автора «Прощание славянки» Василия Агапкина. На нем побывала наша съемочная группа. Подобные концерты тамбовский цивилизм духовой музыки видят довольно нечасто. Во-первых, в зале звучат военные марши, что зритель видит очень редко, обычно на специализированных пестивалях. Ну а во-вторых, кроме привычных двух дирижеров, Петра Сосновского и Расула Ахмедова, зритель увидел двух молодых дарований. Молодые дирижеры – настоящее открытие концерта. Как пояснили нам выпускников военно-музыкального института, отправили в тамбов, который по праву считают кузницы кадров, капельмейстеров, военных дирижеров. Сама атмосфера концерта необычная, ведь она навеяна четкими строевыми ритмами, которые раньше имели сугубо прикладное значение. Под военные марши, под сопровождение, под перебой малых барабанов, лейты, подразделения, войска двигались в задном направлении, перегруппировались. Бывали случаи, описанные в истории, когда оркестр поднимал в бой солдат, у которых немножко не хватило духа в атаку пойти, в том числе и под марш прощения славянки. Во время концерта мы подошли к зрителям и попросили поделиться впечатлениями, а также рассказать о том, почему им близка духовая музыка. Мы знаем, что название этого концерта «Музыка на все времена» будет посвящен памяти Агапкина и посвящен 19-летию образования губернаторского духового оркестра. Нравится живая музыка, то, что исполняют. Часто бываете? Ну, не очень часто, но когда есть время, обязательно прихожу и слушаю с удовольствием. Мы вообще ветераны все тоже из оркестра. Нас пригласили, пригласительный билет нам Сосновский дал. Поэтому мы обязательно должны быть здесь. Мы сработали, поэтому сейчас слушаем, пришли на наших музыкантов послушать. Хороший оркестр, звучанием, песням, все хорошо. Почти полтора часа красивых маршей, мелодичных композиций, которые когда-то выдушевляли бойцов перед сражениями, а сегодня являются настоящим сокровищем мировой музыкальной палитры. В ней есть особая прелесть от звуки доблести и мужества наших солдат и офицеров, которые защищали Отечество на протяжении столетий и продолжают делать это сегодня в зоне СВО. Это военная музыка. Мои коллеги, я их много знал, много дирижеров. Те же композиции марша Валерия Михайловича очень нравятся. Вот сегодня будет морской марш. Его редко исполняется. Исполнялся, Ренда называется. Мы специально приобрели, ну попросили, нам привезли Ренду для этого исполнения. Ну, естественно, мне очень нравятся песни в оркестре, той же Лядовой, Айтагитской и так далее. 18 композиций для зрителей прозвучали буквально на одном дыхании. Передать атмосферу зала сложно, проще послушать лично, насладиться живым дыханием музыки и проникнуться ею, чтобы обязательно прийти вновь уже на следующий концерт Духового оркестра. Дмитрий Шапкин, Али Косипов, Рамаза Нуруш, Магомедов. Область новостей. Участницы конкурса «Мисс Тамбовская область» продолжают бороться за звание самых лучших. Сегодня среди красавиц выбирали самую элегантную. По каким критериям оценивали этот этап конкурса, расскажем в следующем сюжете. К очередному этапу конкурса девушки готовились больше месяца. Обучались этикету элегантности по три часа в неделю. За основу взяли главное – работу с речью, умение отвечать на каверзные вопросы и поддержать светскую беседу, изучали столовый этикет. И чтобы стать лучшей, как говорит эксперт конкурса, нужно уметь правильно позиционировать себя. Какое бы у нас ни было внутреннее наполнение, самое важное – это как мы себя транслируем миру. И на самом первом занятии с барышней мы с ними разбирали с психологической точки зрения две стороны, как у монеты. Первая – то, как они себя видят и представляют. А им давали зал, обратную реакцию, как они видят человека. И вот самое главное, чему мы учились – это уметь транслировать себя правильно. А туда включено все – и жесты, и походка, и осанка, и умение говорить. В первом этапе «Мисс Элегантность» девушкам нужно было справиться с теоретической частью. Оно подразумевало под собой тестирование с вариантами ответов. Дальше прошли не все, а только те, кто верно ответил на большинство вопросов. Следующее задание – столовый этикет и светская беседа. Пройдя все этапы, титул «Мисс Элегантность» получила Кристина Сизова. В обычной жизни ты не применяешь столовый этикет или не общаешься по этикету. Ты живешь, как живешь. А тут, когда вот так вот случается, что нужно тебе разложить ложки и вилки в правильном порядке, ты такой – что делать? А вообще самое интересное, что мы узнали, это то, что элегантная женщина – это всегда красивая. Но красивая не равно элегантной. Конкурс «Мисс Тамбовская область» близится к финалу. Впереди участницы еще три промежуточных этапа. Это «Мисс Спорт», «Мисс Зрительских симпатий» и «Мисс Дружба». Ее, кстати, девушки выберут сами путем анонимного голосования. Финал конкурса «Красоты» пройдет 27 февраля в 19 часов на сцене Тамбовского драматического театра. За главный приз – корону – будут бороться 13 девушек. Олеся Павлова, Александр Чекмарев, Рамазан Уружмагомедов, Область новостей. В Тамбове прошли двухдневные всероссийские соревнования под Тхэквондо МФТ «Турнир мастерский». Участие в них приняли более 850 спортсменов из разных, даже самых отдаленных регионов нашей страны и не только. Как прошел крупнейший турнир в Тамбовской области, на что обращали внимание судьи и что такое «туль» – узнала Полина Матовникова. Соревнования достаточно обширные. И это только первая их часть. Юниоры от 14 до 17 лет и 18 плюс выступают в четырех дисциплинах – спарринг, разбивание досок, формальные упражнения и спецтехника. Участвуют и молодые люди, и девушки. Борьба идет довольно серьезная, так как по квалификации спортсменов этот турнир занимает третье место после чемпионата и Кубка России. На данном турнире у нас выступает порядка 60-60% спортсменов с национальной сборной. Плюс приехало 12 мастеров спорта международного класса и один заслуженный мастер спорта России. Решительность, скорость реакции, контроль за движением, силу удара, владение техниками – это те важные составляющие, на которые в основном смотрят судьи. Например, чтобы проверить силу удара, спортсменам необходимо разбить несколько досок. Если они треснут, им начисляют один балл, если сломаются – три. Такие соревнования наша область принимает уже в седьмой раз. Заявлено почти 30 команд из разных регионов нашей страны – от Сибири до Крыма. Кроме того, в этом году нам в гости приехали спортсмены из Донецкой Народной Республики и из Республики Голорусь. Для того, чтобы пройти дисциплину формальные упражнения, необходимо выполнить так называемый туль. Это комплекс атакующих и защитных движений. Во время выступлений спортсмены как бы борются с тенью, имитируя поединок. Тем самым показывают судьям свою технику. Белорусский спортсмен Никита Телюк за плечами имеет далеко не одну победу на соревнованиях международного класса. За 10 лет в этом спорте он стал трехкратным чемпионом Латвии, серебряным призером Румынии и чемпионом своей республики. Я думаю, я сделал туль хорошо, прям очень. Да, соперник забывал, не делал, забыл туль. Но участие есть участие. Я пришел побеждать, но спорт есть спорт, участие есть участие. Конечно, болеть за участников и наблюдать за соревнованиями многие зрители приходили всей семьей. Одноименный федеральный проект в этом году реализуется по всей стране, в том числе и в нашей области. Всей семьей – это несложные задания, выполняя которые участники укрепляют свои семьи. Отмечу, что соревнования проходили в два дня. Если в первый свое мастерство показывали взрослые, то вот во второй выступали уже юноши и девушки 10, 11 и 12, 13 лет. Помимо традиционных наград, медалей и грамот, победа в турнире приравнивается к выполнению норматива на присвоение звания Мастер спорта России. Полина Мотовникова, Олег Осипов, Данил Лычко, Область новостей. Тамбов снова стал местом проведения масштабного фестиваля по Бачате. На этот раз в его рамках в нашем городе провели первый этап Кубка Федерации, на который собрались более сотни танцоров из разных уголков нашей страны. На зажигательном празднике музыки и танцев побывал мой коллега Дмитрий Шапкин. Турниры подобного масштаба в Тамбове проводятся нечасто. Вот как сказали нам организаторы, в этом участвуют более 115 человек. Это впервые в нашем городе. Участники самые разнообразные. Они прибыли из десятка городов по всей стране. Москва, Липецк, Пенза и другие. В общем, ребята приехали сюда для того, чтобы показать свой класс и научиться чему-то новому. Пришел на первую тренировку и попросту влюбился в Бачату, хотя раньше никакими танцами не занимался в принципе. О такой любви с первого взгляда нам рассказал участник фестивалей и турнира из подмосковного Ретова Антон Михайлюк. Он занимается Бачатой уже три с половиной года. И все это время его любовь только крепнет. Притянуло в основном влияние преподавателя, которому попало, доброжелательное отношение, так сказать, искрометное ведение группы. И ощущение общности в этой группе. Фестиваль растянулся на все минувшие выходные. В первый вечер проведение участники познакомились с наставниками из Москвы, которые провели мастер-класс для всех желающих. Один из них – действующий чемпион по этому виду спорта. Нам все очень нравится. Да, ребята здесь очень дружелюбные, очень старательные. Он пытается впитать знания, это очень классно. Нас всегда это мотивирует давать знания еще больше. Тамбову выпала честь стать городом первого этапа Кубка Федерации Бачата. Уровень танцоров высок. Многие занимаются этим танцем по 6, 7 и даже 10 лет. Дело в том, что танцевать Бачату можно в любом возрасте, ведь это очень социальный и довольно простой танец, характер которого замешан на чувственности и трепетном отношении партнеров друг к другу. Организаторы фестиваля отметили – мастерство наставников на фестивале выше всяких похвал. Ну, Олег и Маша – это тоже мастера своего дела, очень талантливые, как преподаватели все всегда понятно, внятно объясняют. Классные методисты, поэтому мы их пригласили. При всем при том, Олег, например, это чемпион России 2022 года. Самое интересное развернулось на турнире, где каждый участник демонстрировал свое мастерство и старался произвести максимальное впечатление наименитых судей. Думаю, это им удалось. Ну, а Тамбов постепенно становится небольшим, но важным центром популяризации этого красивого латиноамериканского танца и ждет новых гостей на фестивале. Они явно не за горами. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Александр Кобзарев. Область новостей. В преддверии Дня защитника Отечества Тамбов посетила ярмарка «Икра и рыба Камчатская». Что тамбовчанам предлагают поставить на праздничный стол, знает Полина Болотова. Глаз гостей ярмарки радуют благородные породы. Чивыча, нерка, белорыбеца, палту, стунец. Всего здесь более 35 видов рыбы. Копченые продукты готовятся на натуральных опилках. Такой вариант приготовления не только усиливает цвет и вкус рыбы, но и препятствует размножению бактерий. К тому же и красной икрой, и рыбой можно закупиться впрок и заморозить. После разморозки они не теряют вкусовые качества и полезные свойства. Мы маме покупаем, пожилом человеку. Любит, балуем. Это каждый раз, когда они приезжают. А что обычно берете, что по качеству можете сказать? Ну, ничего, красную рыбу, красненькую. Завтра день рождения у меня. Ну, ребенок любит больше красную. Поэтому красную. Есть какой-то особый, может, рецепт приготовления? Да нет, просто красная рыба. Все. Красная икра, представленная на прилавке, получена от дикой рыбы. В искусственных условиях эти породы в принципе не выращивают. Все перевозится самолетами прямо с Камчатки. В рыбе, которая развивалась в дикой природе, гораздо выше концентрация полезных компонентов, чем в породах, выращенных в аквакультуре. Это сказывается на вкусе и плотности мяса. Ярмарка располагается по адресу Пролетарская, 172, напротив линии. Здесь ждут гостей с 19 по 24 февраля включительно. Полина Болтова, Илья Тырса, Александр Кобзарев. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и в группах соцсетей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова